Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня к вашему вниманию День ТОФа. В первой игре у нас будет встречаться Kalman's Kill против Boobdozers. Это одна восьмая стадия ТОФ Dream Team. Комментировать для вас будет Сотников Вани и Пес. Пес присоединится ко мне чуть-чуть позже, а снимать для это все будет для вас, Дмитрий 55. Бульдозерс очень для многих неожиданно обыграли в 1.16 турнира Next. И вот сейчас для них новые испытания в виде Kalman's Kill. Очень титулованные противники у них на этой стадии попались обладатели Краски Чемпионов, Ветеранов и новый Краскобальд. Будет очень интересно посмотреть, что смогут бульдозеры противопоставить этому оппоненту. Но, а мы сейчас будем уже смотреть делиты и, как это я уже говорил на прошлых трансляциях, не могу пока вам говорить про модули, но на чем играют игроки, обязательно вам сообщу. За Красных у нас играет Бульдозера, а за Синих у нас играет Kalman's Kill. Итак, начнем. Начнем, пожалуйста, Скорпионов, ну то есть Kalman's Kill. Партон у нас играет на Титана в Вулкане в дефе. Диридхит у нас будет ему помогать на Хантера Фризе. Йос Луз будет играть на Викинга Твинсе. Нилатак уже заходит слева в атаку на Хантера Смоке. И Кот Девятый у нас играет на Васпиреле. Так, команда Бульдозерс. В атаке у них играет Йосф на Викинга Рикошетте. Есть у нас также Ульса Танк на Хоре Зиде. Крис у нас играет на Хоре Реле. Хулиган у нас играет на Викинга Смоке. И последний дефер, сейчас я вам скажу. По-моему, он был на Титаны Твинсе. Да, он. И у нас уже первая попытка увоза. Он атаку возит на Центр. Скидывает он под Кота Девятого. И Кот уже будет уходить, если не прилетит по нему рельса. Да, это будет доставка первого флага. Счет у нас 1-0. И в минусе у нас лежит Хулиган. Это очень печально. Сейчас Кот Девятый снова заходит на базу противника. И переворачивает его Крис в очень хорошее лисо. Правда, там есть Билл. А именно Юлос Лус. И будет он увозить флаг. Будет он увозить флаг на Центр. При поддержке не Латака. Да, не минусуется. Он стреляет вперед. И счет будет уже 2-0 в раунде. Не успеет Хулиган ничего сделать. Очень резвое начало от Калман Скиллов. На самом деле, как-то я не ожидал, что так будет быстро доставлено 2 флага. Надо бульдозерам сейчас немного успокоиться. Найти свою игру. Но меня вот смущает выбор Титана Твинца в дефе у красных. Потому что очень странный выбор, по крайней мере. Ну, не знаю. Твинца мне вообще не нравятся в дефе. Лучше бы выпускали в атаку. Взяли бы ту же Смоку или Вулкана. Вот сейчас заходит Юлос Лус с Котом Девятым. Вместе на Титана. Будет пробовать Кот Девятый увозить. Да, спихивает он Титана. И увозит уже на Центр с Аптекой. Правда, у нас есть Контр-Увозь. Юсф тоже увозит флаг. Но его встречает Дирихит на своем фрезе с Аптекой. И вот сейчас Хулиган делает ошибку. Надо было все-таки помочь, мне кажется, Юсфу. Хотя, все-таки у нас будет полноценный размен, наверное. Но там неоднозначная ситуация. А, у нас Дирихит в минусе. Как-то неудачно там, видимо, что-то сделал на своем фрезе. Кот Девятый заходит, но его тут будет быстро убивать. А, там было зад флага и счет у нас 3-0. Да, что-то как-то я пропустил этот момент. И очень пока Скалман Скилл доминирует пока на карте. Вижу переписку красных в чате. Может, они вообще вовсе без конференции играют. Играли у нас перед этим Бубдозерс переигралку своего четвертого раунда против Некстов. Вот буквально недавно. И должны они уже быть в тонусе, разыграны, ну и все дела. Кот Девятый сейчас будет увозить флаг, правда. На своей вас по рельсе. И будет он уходить чисто при поддержке Йолос Луза. И это будет доставка четвертого флага. Если Йоса там что-то не сделает, но парты Дирихит там стоят. Спокойно блокируют и уничтожают своего противника. Очень пока странная игра от Бубдозерса. Ждала какого-то большего сопротивления, что ли. Тем более база-то для ДФ красная подходит как нельзя лучше. Достаточно она закрыта. И пока как-то не идет игра в Бубдозерс. За 5 минут пропустить 4 флага это как-то совсем не очень. Вижу я, что по крайней мере один игрок у нас точно без голоса у красных. Всем привет, ребята. Привет, Ваня. Да, врывается к нам с Саней Пес. Так, и я вот из того, что я сейчас уже вижу на карте, я тебе могу сразу сказать, что исходя из того, как ребята из Scalman Skills играли свою первую игру. А я тебе напомню, что она была, по-моему, на моей памяти, против кланов Лудерсов. Вот они играли на том же Бобруське и на самом деле они там выиграли прямо с разгромным счетом. То есть там счет доходил до 9-0, 10-0 и так далее. Там буквально пару флагов они все уступили. Ну то есть сразу видно, что ребята, в принципе, готовились на данную карту. Ну то есть есть сетап какой-то определенный. И в любом случае, так как это у нас уже одна восьмая, то наверняка уже большинство карт разобраны. Я думаю, что они готовы сейчас намного лучше, нежели их оппоненты. Ну и, собственно, это у нас сейчас видно по счету. Да, но бульдозеры же не просто так шли на Бобруське. Хотя они могли, конечно, не смотреть трансляцию Scalman Skills на этой же карте. Ну и мы, кстати, не видим, мы не видим, кстати, сегодня Арекелиана. Его заменяет код 9-й. Это тоже интересный момент. И вот он возит сейчас флаг с аптекой снова на центр. Ну вот смотри, из интересных моментов, если что-то стоит отметить по сетапу, я вижу за красных у нас Хоририэлю, и очень странно это выглядит. Потому что, ну, наверное, не тот корпус у него для того, чтобы пытаться вытанковывать, впитывать в себя урон. Собственно, он умирает благополучно. Кстати, какая-то странность, как я сейчас была, отбил и Йозеф может вернуть. Ну, Йозеф вернёт, да. Нет, успевать делить хит, но Йозеф был близок. Не должны делать такие ошибки, ребята, из корпов. И вот, возвращаясь к теме Хорьках, если уже ты берёшь лёгкий корпус на свою рельсу, то, наверное, нужно выбирать какие-то более кемперские позиции и, собственно, приносить больше пользы для своей команды, нежели то, что сейчас исполняет Крис. Он неудачно выезжает на хита, тот его, собственно, на фрезе разбирает и никаких проблем не испытывает. Я вообще не одобряю выбор Хорьерели. Можно надеть тот же Хантер, то есть Хорьерели, она не то и не то. Если на Васпике ты можешь увозить флаги, на Хантере ты можешь танковать с Викингом, а на Харьке в таком формате ты как бы не можешь ничего, на самом деле. Тут даже не столько в Харьке или Васпике, сколько вы исполнили сейчас, он пытается выбрать позицию для того, чтобы расстреливать, но вот смотри, он почему-то прямо остался на этой кемперке, фактически под прострелами убивает. Он не латака, спрыгивает, но не самая лучшая игра, которую можно показывать. А вот Кот, в свою очередь, смотри, сейчас разъезжает по карте, и выбирает он такие недоступные, скажем, места для своих оппонентов, и оттуда их расстреливает. Я вижу, что ребята активно обсуждают, даже не на голосе, а вот именно в чате, какие модули им нужно одевать. Вот какие-то споры я тут смотрю. Ребята, видимо, еще не совсем поняли механику работы этих самых модулей, это интересно, потому что с обновлением уже прошло пару дней, и можно было, скажем, изучить этот вопрос. Мне интересно, что за модуль, точнее, у Криса, потому что ни от лисы, ни от смоки там нету. Скала, скала это, потому что сталкивался он там с лузом, и тот его практически не дамажил. И, кстати, это очень странный выбор. Ну, как бы, да, ты дальноборец, значит тебе надо брать от дальних пушек. Да, сейчас заходит Ёлвыслус вместе с Нелатаком и с Котом. Кот промахивается, но они вот такую вот осаждающую стратегию убирают, то есть они пока не лезут, ждут, пока, собственно, расходники спадут, и потом уже можно будет как-то врываться, как-то какую-то грязь совершать. Ёлвыслус сейчас заходит вторым темпом. Кот сливает Изиду, то есть Дейфер практически остается голый. Есть тут также Хулиган. Посмотрим, что выйдет. Но пока вроде ничего не должно выйти, потому что Дашка есть все-таки пока у Флага, и я думаю, что и Аптечка недалеко. Ну, там есть Хоризи, которая уже лечит его. Ну, вот таких прям попыток возврата хороших от ребят из красной команды я не вижу, потому что данный размен он играет на руку как раз-таки ребятам из Калмыцкилл. Собственно, парк там стоит спокойно, есть у него поддержка в виде хита, а также Нила где-то здесь катается, и я там вижу большое количество мин, соответственно, ребят пока все устраивает. Мне кажется, просто бульдозеры уже настроились на второй раунд, или, по крайней мере, пытаются это сделать, потому что за 20 секунд ты ничего не сделаешь. Просто, может, какое-то обсуждение идет на второй раунд, даже в чате пишут игроки. Может, Крис это глава вообще команды этой, поддерживает он своих тиммейтов. Возможно, но вот если рассуждать про рельсование, как ты считаешь вообще, интересно исполнить сейчас отката, ты так понял, напал в минус. В общем, как ты думаешь, нужна ли вообще рельса вот на картах, ну, не знаю, не столько на Бобруйске, сколько на более маленьких картах вообще, нужна ли эта рельса, и есть ли от нее какие-то полезные действия. Да, я так-то не могу сказать. Это все зависит от исполнения, от задумки коллектива. Есть множество разных тактик, и с рельсой, и без рельс, и со смокой, и с громом. Зависит от того, что ребята тренили, и что хотят исполнить. Пока мне не нравится исполнение, открыться, и задумка пока команды мне вообще не понятна их. Может, они сейчас что-то поменяют, но просто на харьке ты больше должен что-то делать в середине карты, чем в атаке. Скорости у тебя не хватит, чтобы флаг увести, а хп у тебя тоже не хватит, чтобы танковать. Ну, в общем, сейчас мы увидим обязательно. И мне кажется, еще выбор модулей у ребят из Бульдозерс тоже очень меня смущает. Ну, по крайней мере, непонятен мне. Вот почему-то Крис координирует свою команду в чате, а не в ТС. Тоже очень странно. Сейчас у нас второе построение, зачем это ребята делают на карте. Да, проблема в модуле уже остро въелась в сердца и умы многих киберспортсменов. И не только их, потому что там огромное количество новых модулей, то есть новое сочетание. И как бы можно было бы и купить, но они очень дорогие, 250 тысяч стоят. Поэтому именно с тремя резистами, поэтому как-то ребята пока не совсем готовы, потому что действительно нужных модулей пока нет у ребят из Бульдозеров. Да, я думаю, мало у кого есть сейчас новые модули, по крайней мере, в большом количестве. Может быть, один-два модулей кто-то купил. Но это было неожиданное все-таки нововведение. Очень много кланов тратили свои кристаллы на XT вооружение, на микропрокачке, и когда ввели многие модули, просто многие были не готовы к этому. Да, но теперь вот я видел там модули с, казалось бы, резистами, которых раньше не было. То есть, например, от той же Смаки и Твинца не было раньше модуля, теперь он есть, и это действительно хорошо. Это действительно помогает тем же дейферам, например. То есть, сразу две пушки, действительно страшные, которые можно только воплотить у себя в голове дейфер. Это Смаки и это Твинц именно в атаке. И вот как раз-таки от них резисты, наверное, одни из самых полезных. Но раньше таких красок не было. То есть, были две краски основные. Это тайга и это нано. То есть, вот их одевали дейфера. А вот теперь появились еще новые модули, действительно интересные. И с различными вариациями теперь можно действительно играться. Смотри, очень интересное сочетание. У нас выбирает нил атак, он надевает Хантера Гром. И у нас есть уже... Нет, был УОЗ. Но кот девятый вернул флаг. Хулиган каким-то образом упал там в минус. И смотри, кот девятый сейчас будет стелсом заходить, троллить дейфера. С одной стороны и с другой. Смотри, с другой уже нил атак заходит и бил. То есть, они дейфер... Ну, правда, кота быстро слили. Вот и я об этом же, что, видимо, поступила быстрая информация. Ребята разобрались. Ну, если сравнивать команды, в принципе, то... Ребята проигрывают пока по исполнению. Не столько по сетапу, возможно, сколько вот именно по исполнению по своему. По задумке, по стратегиям. Потому что Скорпе реализует... Ну, Скорпе Калман Скилл. Да, они реализуют чуть лучше свои задумки, нежели их оппоненты. И действительно, наверное, каждый игрок прекрасно понимает, что ему делать с той или иной пушкой, которая на нем сейчас происходит. И тем более я не вижу каких-то особых перестановок. Ну, разве что не Латак. А дел Гром до этого, он вроде как был на смоке, поэтому... Ну, как бы, разница несущественная. Кстати, не Латак тот же сейчас одевает Викорик. Викторик, что-то же, да, делал? Да, есть у вас от Йолвы с Луза. Будет его не Латак встречать, Луз должен прыгать. Сейчас бы не упасть в яму только. Ну, не самое лучшее исполнение. Он мог притормозить, на самом деле. И еще один в яме. Да. Отличная игра. Я бы очень покрустил, если бы это был второй игрок Калман Скилл, но туда падает USA. То есть сейчас по факту ВАЗа остается пустой, незащищенной. Это уже у вас. Да, это у вас. Сейчас вот есть и Крис. Да, и Крис смотрит совершенно в другую сторону. Йозеф пытается зайти, но подрывается на минх. Я смотрю огромное количество черных пятен. Собственно, очень хорошо заменировались ребята из Скарпов, из Калман Скилл, и доставляют первый флаг. И, кстати, обратите внимание, что база до сих пор пуста. То есть он вот как увез 30 секунд назад, так и... Сейчас будет проблема. На самом деле, у базы синих Пашкот 9 будет уходить. Я не знаю, если аптечка... Если его была, наверное, он бы ушел. Ну, смотри, синий увозит в ответку флаг. Если есть аптеку хулигана, то это будет у вас. Даже если аптеки нет, я думаю, он доставит. Неплохо. Но, опять же, возвращаясь к карте, именно к Бобруйску. Синяя сторона здесь все-таки будет более сильно, более открыта. То есть, соответственно, больше пространства у ребят на карте, соответственно, они и должны по идее здесь побеждать. Да, но дефать-то ее тяжелее синий именно. То есть за красную можно проще за дефать, чем за синюю, мне кажется. Не знаю. Тут, может быть, разное мнение, но... Ну, у нас красный пока увозит флаг. Да, увозит, но есть тут перехват, есть возврат. Кот, опять же, вывозит пустого флагштока, сливает он последнего дефера Титана Вулкана и будет доставлять. Но ребята растаскивают команду соперника по карте и пользуются тем, что дефер частенько оказывается не на флагштоке, вот как сейчас, например. И, собственно, Йолова Слуша уже заходит на увоз третьего флага. Будет он пытаться это сделать, но там же есть и Зида, есть и Йозеф, который не даст ему это сделать. Но, в любом случае, ребята пока выигрывают именно по исполнению. Я бы не стал говорить, что так уж плохие ребята из бульдозеров, но вот почему-то Найтмар до сих пор на том вот пресловутом мостике, то есть решает он, что стоит подамажить своих оппонентов. Ну, не знаю, сложное решение, на самом деле. Позиция-то хорошая, но стоит ли туда ставить именно Титана, вот это большой вопрос. Можно было тот же Вулкан на Викинг, на какой-нибудь Илехандр поставить с идеей вот так вот издалека расстреливать, а какой-то Титан уже условный поставить на флаг. Ну, я вижу, что в очередной раз Йозеф заходит и просто увозит флаг. С пустой флагшток, он увозит... У нас есть контр-увоз. Ну, едва ли это можно назвать контр-увозом. Возможно, ребята увезут, но тут есть не лота, который будут возвращать. Успеет он это сделать? Успевает не лота. Да, успел. И 3-1. То есть, вот эта позиция, которую Найтмар выбирает, она очень спорная. Лагает. Сейчас у нас небольшие жалобы на лаги, но я надеюсь, они пройдут. Я, на самом деле, лагов-то не замечал. Мне кажется, это просто сервер лагает. Вряд ли это кто-то из бульдозеров. Ну, вот смотри, сейчас увозят бульдозеры вновь. Но сейчас вулкану не хорошо очень помогает, на самом деле. Он и до этого хорошо помогал. Вся проблема заключается в том, что он не стоит на флаге, ну, вот как фактор корпуса. То есть, если бы он, грубо говоря, сейчас играл на какой-то Титано-Смоке, был бы какой-то вулкан на центре, а он вот именно на флаге стоял, возможно, он бы выдвинулся, встретил и возврата не было. Но как таковая база пустует сейчас. Хулиган сейчас не ту траекторию совершенно выбрал, он поехал на четырех противников. Возит Йозеф, есть у него аптечка. Кот пытается с ним сейчас разобраться. Нужна какая-то помощь, иначе это будет увоз. Выдает на рельсу повезут. Ну, там есть и Зида, есть также рельсы. Это будет, наверное, рассмен. Парт уже держит у себя на базе. Ребята из бульдозеров только-только довозят. Врывается кот. Будет пытаться раздамажить Изиду. Либо, я не знаю, он пытается ворваться в Йозефа. Мимо он рельса проходит. Уже есть хит. Мне почему-то Йозеф хочется назвать Йориком. Не знаю почему. Сейчас смотрите, Титан заходит на возврат у нас на фуле. И это очень странно. Ну, может быть, он просто решил, что без расходов лучше поехать слиться. Ну, кто знает. Возможно, стоило просто долитнуться, чтобы побыстрее отправиться на респ. Потому что ребята сейчас в таком вот небольшом меньшинстве оказались на базе. Благо, респ хороший, респ на базе. И будет он сейчас уже помогать. А кто знает, что было бы, если бы у него там был крайний левый респ. Если смотреть, это его флагшток и... Мог подставить сейчас свою команду. Таким вот действием. Сейчас кот девятый может воншотнуть. Да, воншот. Он вернет флаг. Да? Да, да, да. Возврат и 4-1. Двинут до конца. И пока... Ребята из Kalman's Kill разносят своих компонентов в пух и прах. Блин, я надеялся, надеялся я на хорошую игру. Равно более-менее. Тут такое получается. Ну, тут все упирается вот в этого Титана Лукана. То, что он стоит на центре. Потом он стоит на флаге. Потом снова на центре. Потом он зачем-то оказывается на чужом флагштоке. Что он там делает, непонятно. И вот такие ненадежные действия привозят, собственно, к УОЗу. Сейчас не Латак уже ввозит просто на респ. Такой вот издевательский УОЗ. Абсолютно спокойно. Минуют все препятствия. И по нему даже не пытается кто-либо прострелить. Есть заход от Криса. Есть также Йозеф. Ну, кстати, имеют они сейчас шансы вывезти. Но тот Дирекхи туда удачно морозит. Скидывает флаг у нас Крис под Йозефа. Но это должен быть размен. Если Йозеф сейчас хулиган подстрахует, а он его не страхует. Но есть благо аптечка и... Посмотри, посмотри, что делать сейчас Йозеф с Лусом. Он будет встречать его с тыла. Там и кот встречает. Я смотрю, выдает он хороший. Лус прыгивает. Да, это возврат 6-1. Вулкан. Вулкан. Вулкан учитывается. Есть вот так. Да. Ну, это очень странно. Действительно, если вам так понравился этот вулкан, дамаживающий где-то на центре, либо на чужой базе, ну, возьмите под него какой-нибудь Хантер, либо Викинг. Пускай выполняет то же самое. Собственно, такая же польза от него будет. Такой же урон. Ничуть не меньше. Но у вас на флаге будет как решающий фактор, как именно корпус, который будет мешать. Будет именно Титан. Ну, что ж, на таких нотках у нас раунд заканчивается. И побеждают в нем ребята из Калман Скилл. Ведут они уже по сумме двух раундов. 2-0. И их пока все устраивает. Меня не все устраивает. Я ожидал интересной игры. А выходит, что Калман Скилл просто не замечает своих соперников. А это все-таки одна восьмая финала того Дрим Тима. Интересно сейчас что-то поменяют ли красные. Кстати, надо заметить, что Калман Скилл играет без Хори Изиды. Выбирают они пять дамаживающих пушек. А вот команда Бульдозерс играет с Хори Изи, как я понял, в дефе. Но за синюю базу она отрабатывала почему-то в атаке с заходами в один танк. Сейчас переписываются у нас красные в чате. Я не знаю английский. Можно спорить до бесконечности на счет того, нужна ли рельса или нужна ли Изида на определенной карте. Потому что на самом деле у каждой команды свои тараканы в голове. И там определенные координаторы тоже пытаются придумать что-то более подходящее. Но, к слову, из того, что говоришь про переписки в чате, ребята говорят, что им нужен просто лучший деф, чем есть у них сейчас. И я с ними, в принципе, абсолютно согласен. Будут определенные перестановки у ребят из Халман Скилл. Парт собирается у нас одевать вулкан вместо смоки. И будем смотреть. Ну, кстати, он и в первом раунде играл у нас на вулкане, если мне память не сменяет. Да, да. Что ж, происходит дэлит и потихонечку начинаем. Дроп, кстати, у нас не контролит команды. Я вижу, что весь дроп лежит у нас и его никто не дропит. Ну смотри, сейчас хулиган будет фулл сразу собирать сходу. Про тот фактор, что команда не контролирует дроп, это, конечно, немного печалит. Потому что это все-таки очень важный фактор. Тот же хулиган на фулле смотрится гораздо лучше, нежели, например, его оппонент в лице директа. Ну так смотри, он сейчас будет увозить. Да, да. Это к слову о том, что как раз таки нужно эти коробки собирать. Эти коробки действительно помогают. Есть уже внушительный перехват для ценил атака и директ хита. На дамаже также парт в спину. И будет, будет ли минус, минуса нет. Но тут, наверное, будет возврат, потому что нет никакой помощи, доживет ли хулиган до аптечки. И он до нее не доживает, и это возврат. Но с другой стороны, ребята из бульдозеров сейчас запираются в дефе. Я вижу, что Крис у нас одевает Вика Смоку. Найтмар одевает у нас Вика Фрис. Ребята облегчают сетап, полагая, что это как-то поможет им улучшить свою игру. Но пока не видно такого конвейерного возле, либо каких-то разносов. В любом случае, первая минута, которая проходит, ребята уже бросаются в атаку. Найтмар опять исполняет роль Дейфера. Но почему именно на Викинге, мне непонятно. Викинга Фрис более мобильный корпус, скорее всего. Более мобильный, и с этим никто не спрашивает. Интересно сейчас. Ой. Ой-ой-ой. Как же он играет? Ну, у них проблемы с конференцией. Потому что его случай заходит с Телсом, никто его не видел. Будет им пытаться увозить флаг на центр. Если ему не атак сейчас поможет сделать хитом, то это будет у вас. Ну, я думаю, если бьют ребята, там не будет увоза. У нас есть увоз от красных, зато и не туда бил везет свой флаг. Да, встречает его Йозеф, который, к слову, одевает вас по рельсу. Он говорит, дай мне, я лучше знаю, что делать с этой пушкой. Да, и промахивается в упор сейчас. Да, действительно. Это будет возврат от синих, скорее всего. Но это не будет доставка, потому что Йозеф выбирает какие-то... Ну, конечно, не будет. Интересные маршруты, возможно, будет даже возврат. Но у Луза не было до Ашки, собственно, возврата нет. У нас получается какой-то такой мини-размен, пока Директ Хит пытается увезти. Ну, он может и не увезти. Вот сейчас Крис поможет Директ Хиту. Ну, Крис не поможет, потому что он решил, что лучше подуэлиться с Пардом. Кстати, ни у одного, ни у другого нет аптечки. И Директ Хит может умереть. Но... Директ Хит может умереть, но он стоит хорошую мину. Пард, на самом деле... Эх, немного не хватило, на самом деле, буквально. Хулиган. Видно, что ни у Хита, ни у Парда нету модулей от Твинса. Сейчас будет... Да, не подставляется он под рельсу. Да, Айозов занимает ту прекрасную позицию, о которой мы говорили ранее. В трансляциях на Добруське, с которой очень можно много грязи делать. И сейчас хороший рельс от него есть. Пард тоже надамаженный. Я не знаю, есть ли у него аптека. Но, в любом случае, хулиган уже заходит. Есть у него аптечка. Айозов с другой стороны уже будет врываться. И рельса идет в аптечку, к сожалению. И, наверное, возврата не будет сейчас. Да он еще и промахивается в упор по Парде. Тяжело, наверное, попасть по Титану. А с другой стороны, кстати, и хорошее, да. Найтмар манцует по своей базе. И Лусова сталкивает. Нету Найтмара аптечки. Уж не знаю, справится ли там Нила с Лузом. Ну, их разбирают, в принципе. Но ребята прижимаются из этого к своей базе. Опять же, развязывая руки своим оппонентам. Очень интересное хранение флагов от красных в очередной раз. Да, они прямо по Хитарту катаются. Почему-то. Да, они катаются просто вокруг своей базы. Хит он может вернуть, на самом деле. Нет, не возвращает. Но и Кот, смотри, много тоже грязи сделает. Как же он сейчас будет их раздамаживать. Попадает он по Хулигану. Хулиган стоит совсем битым. Заканчивается у него Дашка. Кот, на самом деле, может сейчас очень много сделать. Но, боится он, боится решать, что нужно сойти Зиду. Промахиваться, тем не менее, по ней в упор. Ну, что ж. Хороший рельс от кота. Есть там же Нила так. Там может быть возврат сейчас. Опять Найтмар начинает мансовать круги по своей базе. Мне кажется, что он в свое время не поступил в танцевальную школу, а не в балетную какую-нибудь. Потому что постоянно круги нарезает по своей базе. Вот именно Найтмар. То есть, никто такого исполнения не делает, как именно он. Но вот почему-то ребята решают, что им не нужно ставить мины, а мины ставить стоило бы. Потому что очень много гронов. Сейчас проблемы очень большие у красных. И у всех, кстати, тоже большие проблемы. Как не успевать поставить. Да, это будет взаимный возврат. Ну, там у Воза не будет. В принципе, код надежен. Йозеф, ты должен дать рельсу. Сейчас Йозеф... Понятно. Йозеф игнорируют, но это справедливо, потому что его флаг сейчас в опасности. Кстати, это будет до Воз. Надеюсь, Йозеф не попадет. Флаг в опасности, да. Но он в два раза промахнулся по флагоносцу. Он не то, что промахнулся, у него была рельса. Но он ее почему-то решил не сразу дать. Это, собственно, не стало причиной доставки. Но, может, побоялся, может, наверняка хотел дать. Но это привело, тем не менее, к тому, что у нас счет на карте 1-0. Есть уже возврат. И Йозеф уже начинает конвейерный увоз. Но там и хулиган. На центре встречаются они на красной базе. Йозеф далеко не должен уезжать. Нет у него аптечки. Пытаются зайти в код. Есть также хит. Боятся ребята из красной команды. Не торопятся они доставлять. Да, я пропустил, что флаг-то вернули. И, собственно, успели таки они вернуть. Несмотря на то, что был хороший заход на возврат. Я почему-то не понял, как это произошло. Там директ хит ворвался через два танка. И просто там, по-моему, кто-то скинул флаг. И директ хит просто вернул. Все понятно. Ну что ж, Нила так уже довозит. И 2-0 на счет. Тот же Йозеф увозит на центр. Все красные танки сейчас на синей базе. Вот вопрос, куда они повезут. Как будто, опять же, сейчас встретится с Лузом. Луз не боится. Почему-то, не знаю, есть у него аптечка. Очевидно, что есть. Ну там есть респы, там есть парт на ДДшке. Чего же ему бояться. Код 9, кстати, сейчас будет выдавать рельсы флагоносцу. С директ хитом. Да, это будет возврат. И сейчас будет становиться в 3-0 в раунде. Да, парт доставляет очередную тряпку. И начинаются те самые увозы, на которых так хорошо у нас, ребята, из КАЗ. Парт увозит конвейером. Я смотрю, что Йозефа не особо интересует то, что его флаг увозят. И это 4-0. Нет, Йозеф, если мы говорили, что Крис у нас плохой вид, то Йозеф по сравнению с Крисом это вообще что-то нечто. Он просто больше половины рельса в этом раунде промазал. Да, наверное, Крис, наверное, понадежнее был, потому что он все-таки попадал чаще. Но там вызывало вопрос именно позиционирования, с которым он занимался. Крисом Танк у нас все-таки возвращает буквально в считанных метрах от своего флагштока. Пытается Йозеф сейчас увозить. Минусует у него атака своим шустрым васпиком. Я не знаю, успевает ли Кот. Кот-то отличная игра. Сейчас указ два корпуса в минусе. Это 1-4. Но на самом деле могут воспользоваться ребята из бульдозеров этим. Попытаться закамбайчить. Нужно им всего лишь... Да, Йозеф только в минусе лежит. Всего лишь 4 флага за полторы минуты. Когда-то я бы сказал, что это невозможно, но сейчас возможно все, поэтому... Но там уже и луз встречает, поэтому... Не должны ребята из Калманскил отпускать ситуацию. Сейчас более луз везет очередной флаг. Зажимает они Найфмара. Это будет возврат. Кота минусует сейчас Нинц в яму, скидывая его своими шариками. Да, но бульдозеры меня что-то совсем не впечатлили в этом бою. Ну смотри, там смотри как было. То есть Йозеф в принципе неплохо играет по позиции, но он очень много мажет. А вот тот же Крис играл надежно в плане того, что он постоянно выдавал урон. Но меня вызывало вопрос, почему он постоянно на вражеском флагштоке. Вот именно в упор врезается в этого парда, в этого диркхита и собственно там умирает. Вот если бы был какой-то промежуточный вариант между этими двумя игроками, я думаю было бы хорошо. И надежность, и хорошее позиционирование. Но смотри, 22 секунды Йозеф увозит очередной флаг, но это максимум будет 3-4. Итог вот не умирать, сейчас будет скидка, поднял атака и я думаю... Йозеф снова промахивается в упор, это возврат. Это возврат, это доставка, и я думаю, что на этом уже матч у нас закончился. И побеждать вам команда CommonSkill в сумме по трем раундам 3-0 очень хорошо выглядели. Ну вот я не скажу, что прямо глобальное было преимущество, но вот действительно по личному скиллу ребята из бульдозеров, они проседали. Надо сказать, чтобы зрители наши не уходили, потому что следующий бой у нас будет очень интересно, именно полуфинал сетки VIP будет играть Вавилоны против TeamPointers. Так что матч там будет гораздо упорнее и интереснее, поэтому приходите обязательно. Это будет ужасно интересный матч, на котором я, к сожалению, не буду. Но я уверен, что там действительно стоящие друг к другу команды. Ну что ж, мы пока переходим на паузу и, собственно, совсем скоро мы к вам вернемся.